Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды мы с тобой традиционно смотрим за событиями рыночными, за динамикой, теханализ, фундаментальный анализ, в общем, взгляд на происходящее на рынке со всех сторон. Сегодня я, когда записывал свой брифинг, позволил себе текущую торговую сессию назвать самым важным днем этой недели, опять же, делая акцент на события экономического календаря, потому что сегодня рыночные продажи, промышленное производство по штатам, это, конечно же, все круто, хорошо, особенно розница, которая традиционно влияет на динамику доллара и дает представление о состоянии американской экономики, ну, точно так же, наверное, как и данные по Non-Farm Perils. Но самое, наверное, главное — это протоколы ФРС США, хотя я могу четко сказать точно, что, ну, поскольку протокол — это все-таки событие уже прошедшее, потому что протокол — это тезис того заседания, которое состоялось в минувшем месяце. Но помня опыт реакции рынка на мягкую риторику Джерома Пауэлла, получается, чуть больше недели назад, то есть тогда, когда доллар и перешел к снижению, я допускаю, что когда рынку еще раз напоминают, неважно через что, о том, что в данный момент времени ФРС придерживается конкретной установки и не видит необходимости что-либо менять, для тех, кто топит за идею более слабоамериканской валюты, это как бальзам на душу. Конечно же, еще один фундамент и повод поработать с более слабоамериканской валютой. Вот я предлагаю тогда демонстрацию экрана и традиционность доллара. Я в последние дни смотрю только вообще на индекс доллара, на евро, фунт и на золото. Вот интересно мне работать с этими инструментами. Остальные так в порядке просто комментариев. Хотя, например, если у тебя сегодня есть какая-нибудь идея по биткоину, которая уже больше 51 тысячи, я думаю, что многим будет интересно послушать. Так, демонстрации. Здесь можно два момента, даже три отметить по поводу взглядов на рынок. Ты сказал изначально фундаментально против технического анализа. Я бы немножко поправил, потому что ты работаешь по фундаменту, я работаю, скажем, не по технике классического. Если кто-то понимает технико-классический теханализ, кто изучал эту тему и так далее, я работаю чуть-чуть по-другому. Это правильнее будет назвать по авторской своей стратегии, которая основана на паттернах. Оно, в принципе, относится к техническому анализу, но не классика, которая есть в книжках и так далее. Это авторские разработки, которые основаны на импульсах, на коррекциях, скажем, вот в таком формате. Скажем, это будет более правильнее. Плюс второй момент такой смешной по поводу Джерома Пауэлса. Вот недавно знакомых был в гостях, и они там взяли котенка и назвали его Джером. Я такой думаю, какое ты имя, знакомые, знакомые, знакомые. Я такой, да это же этот, зашел в Википедию, это же Пауэлса так зовут, мне кажется, Джером. Смотрю, Джером Пауэлс. Ну, это такой лирический такой вступ. Ну да. Так, кстати, по поводу твоей авторской программы, собственно, в ссылках к этому видео, которое мы выкладываем на YouTube, есть подробности, опять же, об этом. Тем, кому интересно, обязательно заходите, смотрите. Действительно, рекомендации Виталия за последний год принесли, я думаю, не одну сотню пунктов прибыли тем, кто прислушивается Совета. Поэтому обращайте внимание, мы, тем более с Виталием, стараемся смотреть на рыночные события с двух сторон. Поэтому часто во мне не сходимся, часто расходимся. В общем, выбирайте то, что вам ближе, опять же. То, что нравится больше, больше устраивает. И, разумеется, следуйте рекомендациям. Мы только будем рады тому, друзья, если вы будете увеличивать эффекты ваших депозитов. Потому что, собственно, очень хотим, чтобы весь этот материал был прикладным и использовался непосредственно в трейдинге. Так, ну ладно. Индекс доллара на экранах уже. Сейчас котировки 90.77. В принципе, собственно, как и ранее, я давал рекомендации только лишь на снижение сегодня. Для тех, кто хочет что-нибудь новенькое по индексу доллара, ну, в плане конкретной рекомендации. В данный момент у меня часовки открыты. И я как раз рекомендую ориентироваться на то, что движения, скорее всего, основные пойдут по индексу доллара уже на американской сессии после выхода макроэкономических данных. И, наверное, самый интересный импульс будет уже после публикации протоколов. То есть мы с тобой сможем отчасти подытожить, подвести итоги того, как поведут себя рынки уже на следующей неделе. Но это не то, чтобы по горячим следам. Но вот у нас такой график с тобой, понедельник-среда, соответственно, и два торговых дня как бы выпадают. Но я думаю, что если сегодня индекс доллара все-таки развернут, а уже какие-то предпосылки локальные появляются в моменте, даже на часовке, то мы все-таки сможем в рамках этой недели попытаться побороться за тест поддержки 90 пунктов. Тем более, что накануне практически мы сделали этот уровень, добрались до него. Локальный минимум был, сейчас секундочку, 90.09. Сегодня в качестве рекомендации, как бы такой краткосрочный, это селл-стоп с уровня 90.70, то есть практически сейчас уже можно открываться, с стопом на отметке 91.10 и тейк-профитом в районе 89.50. Коррелирует, разумеется, как и всегда, с индексом доллара европейская валюта, которая сейчас подбирается к поддержке 1.20.50, и с этого уровня будет конкретная сделка. Байлимит 1.20.51, стоп-лосс 1.20 и тейк-профит 1.20.2. Верия европейской валюты, тем более, что накануне еще, когда мы вот наблюдали вчера в рамках азиатской европейской сессии МРОСТ, евро поддерживали данные по ВВП квартальному годовому. Это четырехчасовой график, это ты показываешь прошлую неделю, это не за лот. Да-да-да, вот, прошу прощения, когда мы как раз коснулись максимума, секундочку, 1.29.70. Это как раз данные по экономическому росту квартальные, годовые. Они на фоне ситуации с пандемией, кажется, сейчас нормальная статистика. Я думаю, что экономический спад мог бы быть более серьезным, если бы не было мер поддержки, на которую пошли центральные банки. Но в то же время, если сравнивать фактические цифры, которые мы видели вчера с прогнозами, статистика оказалась лучше. И бизнес-оптимизм по Германии, который тащит из собой всю промышленность еврозоны, тоже сейчас стал подавать признаки такого локального восстановления. Это все лирика, конечно же, попытка объяснить статистикой поведения евро. Все-таки евро завязан сейчас только лишь на доллар. И вот, пожалуйста, рост американца, который мы видели, опять же, накануне и локально сейчас, привел к тому, что риск стал проседать. Соответственно, по индексу доллара, как я уже отметил, если отработает сценарий дальнейшего снижения и возвращения к уровню 90, евро также довольно быстро развернется и продолжит расти. И что касается еще одного актива, это золото. Прямо сейчас мы на поддержке 1785, тоже четырехчасовой таймфрейм. Рассчитываю на то, что эта поддержка выстоит. И сейчас, тем более, что я позитивно смотрю на золото и его перспективы и жду все-таки восстановления. Поэтому сегодня сделка будет покупка с уровня buy-stop с отметки 1795. При этом стоп-лоу ставим на уровень 1785 и ждем роста возвращения в район 1850. Виталий, слово тебе передаю. Демонстрация. Видно уже всех. Так, всех приветствую еще раз. Итак, как всегда, мы пройдемся по тем идеям, которые я говорил в понедельник, 15 числа. И что отработалось, что нет. И дам свое мнение по рынку дальше. Итак, говорили в прошлый раз о золоте. Я так скажу, это была не торговая рекомендация, а так видение того, что золото смотрится в шорт. Оно, в принципе, неплохо себя отработало. Мы торговались в понедельник на отметке плюс-минус 1820. Мы отсюда так неплохо ушли. Около там 350 пунктов. Цели ставились по золоту, вот этот минимум, 1785. И вторую цель, которую я ожидал, ожидаю в районе 1765. Эти цели я назвал еще в конце января. Точнее, во второй половине января и в конце января, когда я переключился на шорт по золу. Так как до этого у меня еще были какие-то иллюзии на лонг. Но после длительного формирования паттерна я все-таки переключился на шорт. И, как мы видим, неплохо падаем. На текущий момент, вчера как раз я своим ученикам писал, некоторые шортили данный инструмент. На текущий момент я вижу продолжение падения золота. Конечно, сейчас шортить нет смысла, так как нет набора позиций. В прошлой понедельник здесь была какая-то проторговка, там, два дня. Но пока покупок не вижу. Покупки возможны, если мы сегодня новости или на этой неделе, возможно, еще там будут какие-то новости. Сделаем хороший импульс вниз и перекроем вчерашние падения. Потому что мы сейчас находимся в явном медвежьем, скажем, таком даунтренде. Локальные плюс гневки, они показывают только шорт. В моменте, скажем, мы находимся возле сильного уровня поддержки, но, скажем, это не является каким-то сильным сигналом к покупке. Пока золото дальше вижу вниз. Плюс была конкретная торговая рекомендация в понедельник, это по евро-доллару, в шорт. Вот у нас вот здесь мы торговались в понедельник и ставил я селл-стоп на уровне 21.15. 1.21.15 мы его как раз зацепили вчера, да, со стоп-лоссом на 21.50. На текущий момент сохраняя свое введение в шорт по евро-доллару, возможно, кто шортил по данной рекомендации, закрыть часть сделки, возможно, поставить без убыток. Так как новости, все возможно, мы, скажем, возможно, уйдем и в лонг, но на текущий момент пока точки входа в лонг я не вижу. Пока все сохраняется вниз с целями 20.50, мы практически их сделали, и вторая цель – это 1.19.50. Своё мнение по евро-доллару я поменяю в лонг, только после того, как мы сегодня на этих новостях, на текущей неделе, сделаем хороший импульс вверх. И после этого, возможно, будет говорить о лонгах. На текущий момент мы видим, что дневки зажимают вниз, на часовиках вчера был импульс, сегодня утром он продолжился, и против импульса торговать в лонг, ловить минимум – это рискованно. Возможно ли этот лонг? Да, так как у нас был неплохой импульс на прошлой неделе, который я пропустил, но удачно вышел с шортов, и мы опять вошли в шорт. Я вчера своим подписчикам давал шорт, по данному активу, точнее, позавчера в понедельник мы шортили, в районе 1.21.35, со стопом небольшим на 21.60 мы вышли по стоп-лоссу, хотя небольшой стоп-лосс, 25 пунктов, и мы сразу перезачли по 21.50, как начали евро снова загонять под уровень 21.46, мы даже чуть заранее вошли, с небольшим стоп-лоссом, около 20 пунктов снова. И на текущий момент находимся в рынке, без убытки, часть закрыта. Так как я еще в понедельник говорил, что лонг возможен по евро, но, скорее всего, это будет ловушка для быков, которые вот здесь на пробой будут работать, их словили, как-то вот так. Поэтому пока у меня медвежье настроение по евро-доллару, аналогичный индекс доллара в лонг, да, ну, текущая картина показывает, золото в шорт, ну, и по другим активам аналогичная картина, пока, ну, не самые сильные там моменты, но смотрится все на рост доллара, и ситуация только сменится, как я уже сказал, если будет сегодня импульс обратный, в таком случае можно будет там уже говорить, там, четверо-пятница о каких-то покупках. Поэтому как-то вот так. Ну, и плюс еще новозеландский доллар мы позавчера-вчера шортили, вчера чуть-чуть нас вынесли, вот этим выносом уровня мы перезашли. Вот это тоже неплохой, скажем, такой кандидат на среднесрочный шорт возможен. Почему? Так как у нас уже идет накопление почти два месяца, и новозеландский доллар с этого накопления, если мы не ошибаемся, то он должен уйти в район 71, ну, 0.71, и, возможно, очень-очень далеко вниз. Вот так, поэтому такие моменты. По биткоину, вот ты спрашивал, ну, идет, конечно, тренд сильный. Вчера, ну, точнее, ночью пробили 50 тысяч, вот это сопротивление. Ну, пока тренд вверх, признаков на шорт нету. Есть там какие-то дивергенции на дневках и так далее, но это не является сильным сигналом в шорт. Вот, то же самое, как я говорил, поэтому по нефти, пока мы не нарисуем сильный импульс вниз, вот я говорил еще на прошлой неделе, я пытался там шортить, слава богу, вышли по безубытку, так как слабый сигнал был, и мы старались сразу тралить безубыток. То же самое сейчас. Ждем сильного импульса вниз, в таком случае будем говорить там о шортах, а пока мне рынка по данному активу. Так, ну что, спасибо тебе за комментарии, следим тогда за тем, как поведут себя финансовые активы. Смотрим за сделками, которые, в принципе, дали как установку. Следим за новостным фоном, закрытие недели точно будет интересным, и я думаю, что движения как раз пойдут при подаче с сегодняшнего новостного фона данных и протоколов. Ну а мы с тобой, Виталий, уже будем обсуждать заново рынки в понедельник, посмотрим, где они будут, на каких отметках к тому дню. Спасибо тебе за время, хорошего тебе закрытия недели и хороших выходных. Ну пока. Спасибо.